Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о своих семенах, так называемых. Вообще, многие выращивают уже давно и успешно овощи из тех овощей, то есть берут семена из тех овощей, которые выросли на своем огороде. Но многие, например, где-то в магазине покупают понравившийся плод и также оттуда выпускают свои семена. Вот по поводу магазинных плодов, вот, например, купили перец, он очень понравился, но можно из него взять семена. Дело в том, что очень часто именно в промышленных целях выращивают гибриды. И если вы берете семена с этих овощей, все равно подстрахуйтесь еще покупными семенами либо сортовыми семенами, а не гибридными. Дело в том, что гибриды в первом поколении дают хороший урожай. И вот именно тех заявленных качеств, которые мы от них ждем. А дальше уже их свойства расщепляются на материнские и могут получиться непонятно что и остаться без урожая. Еще раз повторюсь, чтобы не остаться без урожая, если вы берете семена с каких-то покупных растений, обязательно дублируйте это еще семенами покупными. Не нужно брать семена с овощей. Вот если на семенах написано F1, вырастили плоды с них, все, больше с них семена не берем. Вот именно так обозначаются гибриды первого поколения. И, как я уже говорила, во втором поколении они дают совершенно непредсказуемые свойства, свойства материнских растений, а не тех, которые заявлены производителем. Есть у нас растения двухлетние, есть растения однолетние. И вот с таких растений, как морковь, с таких растений, как свекла, семена получатся только на второй год. То есть в первый год из семечки мы вырастим корнеплод, а уже на следующий год этот корнеплод зацветет. Есть одно общее правило, как выбирать вот эти вот плоды, из которых мы будем брать семена. Нужно брать не самые большие крупные плоды, а нужно выбирать плоды, которые максимально соответствуют данному сорту. Описание сорта можно найти либо в интернете, либо, если у вас остались какие-то пакетики, можно найти у производителя. И вот именно с этих плодов мы берем семена. Что касается корнеплодов, вот как взять семена с корнеплодов, я думаю, что мы расскажем во время посадки этих корнеплодов, когда уже земля оттает. Вот там будет более наглядно, что и как выбирать и сажать. А сейчас мы поговорим про семена перца. Перец имеет семена, которые расположены внутри. И для того, чтобы добраться, мы аккуратненько разрезаем перец. И вот здесь мы видим перегородки, на которых и крепятся семена. Вообще добыть семена перца довольно-таки несложно. Это не семена помидоров, которые с таким семенным пузырем окружены. Вот они, семена перца. Достаточно разрезать плод и взять с них семена. Теперь лучше всего семена немножечко промыть, потому что они вот в этом немножко влажноватые и в каком-то соке. Разложить их и просушить. Просушить их нужно достаточно хорошо, чтобы здесь не остались возбудители каких-либо микроорганизмов. Вот, собственно говоря, и все. Дальше мы просушенные хорошо семена берем. Ну, обычно это как-то делаются какие-то небольшие пакетики из бумаги. Пишем сорт. Но зачастую мы сорт даже не пишем. Например, у меня вот есть семена, там написано, например, семена от Вали, семена от Маши. Ну, каким-то знаки свои мы даем и помним, что это были за семена. Вот это вот семена перца. Они вообще, вот здесь вот семена очень хорошие. Бывают семена недозрелые, пустые. Но вот насколько они будут схожи, это мы узнаем только на будущий год. А сейчас, просушив, семена закладываем на хранение. Семена перца очень сильно усыхают за время хранения. Поэтому вот есть у многих такой способ. Налили воды, туда насыпали семена, проверяют на схожесть. По томатам и перцам это не очень подходит. И лучше всего сажать семян побольше. Посмотрите, как схожесть. И выберите, даже если у вас была прям стопроцентная схожесть, выберите самый крепкий экземпляр, если у вас получилась лишняя рассада. Вот так просто добыть семена перца. А как уже вырастить и добыть семена других культур, особенно корнеплодов? Мы будем вам рассказывать по мере того, как мы их будем сажать. Обязательно смотрите наше Хитсад ТВ. И будете в курсе, как добыть семена из тех овощей, которые выросли с нами. А это, во-первых, продешевизнуто, ладно, вроде бы и дешево, но это сохранение тех сортов, которые вы не хотите потерять, которые вам понравились больше всего.